Здравствуйте, это программа Актуальный Разговор. Меня зовут Альбина Полищук. Мы сегодня выпуск назвали «В магазин с собачкой» или «Как работает дружелюбная среда?» Дружелюбная для животных и их хозяев. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с Шамилем Яникеевым. Шамиль Ильясович, профессор кафедры экономической теории КИУ, кандидат экономических наук. Рады, что вы сегодня нашли время к нам прийти. С Лидией Громовой. Лидия специалист по поведению собак. И с Дарьей Раёк. А Дарья у нас менеджер по развитию док-френд для среды, специалист Института развития городов Татарстана. Что я правильно сказала? Все верно сказала? Сегодня мы собрались, чтобы обсудить интересную тему, которая вчера нас всех взбудоражила. Все СМИ ее растащили, растиражировали. Новость о том, что один из крупных казанских торговых центров к себе теперь в гости будет рад позвать, увидеть посетителей вместе с животными, с их питомцами. Кроме того, сеть магазинов сотовой связи тоже это практикует. Практически все розничные магазины пускают к себе людей с животными, с питомцами. В Казани, знаю я, есть кафе, куда можно прийти с кошечками. В общем, практика набирающая, так скажем, обороты и в то же время набирающие совершенно разные отклики, потому что есть люди, естественно, которых это заставляет задуматься. Некоторые сомнения, некоторые вопросы возникают. Я приглашаю наших целезрителей тоже в нашем разговоре участие принять. Мы заранее до начала эфира запускаем опросы в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы вас спрашивали, а вот вы пошли бы в торговый центр, в кафе, в ресторан, туда, куда приходят с животными. Варианты ответа есть. Обратите внимание, в уголочке экрана будет появляться QR-код. Можно свой смартфон навести, принять участие в нашем голосовании. Мы попозже в выпуске его итоги непременно подведем и прокомментируем. Вот таким образом мы измеряем реакцию наших целезрителей. Дарья, а что показывает ваш опыт? Как обычно реагируют на животных в общественных местах люди? Мой личный опыт как собаковода показывает, что реакция людей в учителе зависит от самого владельца. У меня две достаточно разные собаки. И одна собака, собственно, из тех пород, которые у многих вызывают вопросы. У меня американский бульдог. И в зависимости от того, наделаю я на него веселую майку и бандану, или наделаю я на него ошейник с шипами, реакция людей, идущих ко мне в строчке, будет совершенно разная. В ручном режиме можно регулировать это реакция. Да, и это как раз та ответственность, наверное, которая лежит на нас, владельцах, о изменении восприятия наших же питомцев. Так, мы попросим режиссера показать нам видео. Будем его смотреть, ваши комментарии слушать. Вот это мероприятие, я правильно понимаю, оно совсем, ну, как бы, стены этого мероприятия... Это... Не предполагая, что сейчас здесь появится собачка или кошка. Это москвы, и это выставка, международная выставка Park Seasons. У Института развития городов был свой стенд, где мы рассказывали про все наши проекты, в том числе мы рассказывали про проект, который полностью называется «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным». Я как раз... У меня был лекторий на тему выгула собак в парках, лекторий для директоров парков, для управленцев. И мы пригласили на свой стенд двух очаровательных корги, как представителей док-френдли среды. Надо сказать, что вообще экспоцентр не док-френдли. Мы отдельно согласовывали эту задумку. И вот как раз, отвечая на ваш вопрос, как люди реагируют, это было вообще потрясающе. Очень жаль, что мы не засняли. Ну, здесь, понятно, самый яркий момент. Но вот этот момент, когда мы... То есть это очень серьезное мероприятие, где в основном проектировщики, архитекторы, они говорят про социокультурное программирование, там достаточно мало. И вот мы идем по коридору, все вот эти серьезные мужчины, которые пришли заключать серьезные договора, мы идем по коридору с собаками, и у этих мужчин просто расцветают лица. То есть они стоят друг с другом, очень серьезно разговаривают, и вдруг они видят собачку, и начинают по-детски улыбаться. Вот этот вот эффект неожиданности, иногда говорят, что нужно, наоборот, предупреждать, но здесь эффект неожиданности как раз очень позитивную реакцию вызвал у людей. И, а главное, насколько чаще к нашему стенду, когда на нем появились собаки, начали люди подходить, с полуборота начинались разговоры, очень многие начинали, а у меня тоже есть, и дальше просто разговор уже, диалог тек. Поэтому собака – это точно очень классная точка коммуникации. Такой эффективный. Шамиль Асыч, как думаете, а в таком случае торговые центры, когда к себе приглашают владельцев вместе с питомцами, с собаками, они на что рассчитывают? На то, что вот такая будет реакция, вот такая пойдет поток. Как думать, как экономист, увеличится ли трафик, увеличится ли выручка, изменится ли, например, специализация торгового центра? Может быть, они захотят больше каких-то специфических, рассчитанных на наших питомцев услуг предлагать. На что расчет? Расчет очень простой. Ведь есть целая концепция маркетинга, как привлечь покупателей побольше. Там разные уловки есть. Это и запахи в торговом зале, это и расположение полок и так далее, и так далее. Поэтому, первое, это привлечь больше клиентов. Первое. Второе, вот эта дружелюбная среда, она, в общем-то, дает выигрыш в конкурентной борьбе. Потому что, ну, я речь веду о тех, кто любит собак, будут больше посещать. Да, и, в общем-то, каждая фирма, она старается как-то укрепить свою конкурентоспособность, создать такую новую среду. Поэтому экономической точки зрения это больше клиентов. А что касается затрат, конечно, закономерно будет вопрос. Да, да, да. Что, например, с чем? С поводками, местами с поилками, не знаю, до сохранности тоже самое. С уборщицами. Как там дела обстоят? Означает ли это, что бизнесу больше придется расходоваться на эту? Да, ну, понятно. Как считают специалисты, которые работают в этом направлении, они считают, что там не требуется огромных инвестиций, что это все окупается. Но у нас в России, в Татарстане, пока еще это только первые шаги. Мы же не можем сказать, мы же давно это практикуем, да? Ну, как говорится, посмотрим, как дальше и с экономической точки зрения будет. Ведь что еще? Вот вы как раз в своем вопросе здесь затронули такой важный момент, что в этих же крупных торговых комплексах можно создать дополнительные услуги для владельцев собак. Какую-нибудь стрижечку, какую-нибудь зооаптечку открыть. Да, совершенно верно. Может быть целый сервис, профильный целый сервис. Заполнить торговую площадь за счет аренды в отделе этого крупного комплекса, он еще будет получать дополнительную прибыль. Поэтому вот это тоже очень важная составляющая. А там уже, как говорится, зависит от торговых работников, как они там, что они будут. Или это мойка будет, или это сушка будет, или еще что-то такое. Или, как в некоторых странах, об этом мы потом скажем, даже есть, как для автомобилей, парковочные места, чтобы не просто привязал и ушел. Да, но специальные места, там, видимо, есть специальный человек, который следит за порядком. Поэтому с этой точки зрения, с экономической, это, я считаю, будет вполне обоснованно. Скорее плюс, да, вы хотите сказать, в плане выручки? Скорее плюс? Да, скорее плюс. Потому что про минусы. Мы тоже хотим поговорить. У нас один из вариантов ответа в нашем опросе. На вопрос, пойдете ли вы в кафе, в торговый центр, там, куда приходят с животными, есть вариант, не пойду, потому что я боюсь собак, или потому что у меня аллергия на кошек. Такой же вариант тоже возможен, да, ведь следит? Да, конечно. А вот со всякой ли собакой можно прийти в торговый центр? Критерий всякое, как что вы имеете? Я имею в виду размер и характер. Ну, начнем с того, что социализированная собака, это собака, которая не доставляет дискомфорта окружающим. То есть ее хозяин озаботился о воспитании, о нейтральном отношении к мимо проходящим людям, к бегающим детям, еще и кричащим, и которые могут засунуть руки, да, нарушив ее границы. То есть собака, которая уравновешена и умеет нейтрально относиться ко всем этим факторам. Ну, вы как специалист по поведению, по характеру собачьему, что скажете, вот в долях таких, которых идеальных, которых вы сейчас описали, их примерно сколько? Ну, каждую собаку стоит рассматривать как индивидуальную личность. То есть если мы берем собаку, которая никогда не посещала общественные места, то есть она выросла, допустим, там в замкнутых условиях, и когда мы ее погружаем вот в эту ситуацию торгового центра, еще и замкнутого пространства, да, где есть вибрация, там, от опыта людей, от музыки, и собачьему слуху это очень восприимчиво, то, конечно, вам спасибо с собакой такая не скажет. А если же собаку с детства мы обучаем, и она выросла в условиях города, то есть в ее эпизодической памяти есть положительный опыт, да, от посещения таких мест, каких-то, может, мероприятий, то, конечно, она эмоционально стабильна, и ей будет в удовольствие получить какие-то новые впечатления, да, от посещения нового места. А как на берегу это понять? Моя собака вот способна идти с ней сразу в торговый центр? Нет, как на берегу это понять? Ну, опять-таки, каждая собака у нас это отдельная личность, то есть ей присущ свой темперамент, психика, то есть это врожденная программа поведения, да, которую наградили ее родители, тип нервной системы, те же слабые собаки, у них довольно-таки ярко выражена потребность безопасности. Конечно, такую собаку стоит оставить дома. Можно я дополнить сразу два ответа? Можно. Что касается выгоды для бизнеса, надо понимать, что вообще, согласно статистике, более чем 40% людей на сегодняшний день есть собаки. Мы говорим только про собак, мы даже не говорим еще про кошек. И сообщество собаководов это вообще очень сплоченное сообщество. И если какой-либо бизнес выражает лояльность к этому сплоченному сообществу, то тот уровень рекламы, который он получает, бесплатная реклама, на которую он практически ничего не потратил, он колоссальный. Это говоря про бизнес, говоря про собак в торговых центрах, вообще каждую собаку можно повезти. И как вам понять? На самом деле надо понимать, что если сейчас какой-то торговый центр стал док-френдли, это не превратится в площадку для выгула собак. То есть люди не побегут. И туда пойдут люди, у которых действительно уже есть вовлеченность в свою собаку. Они изначально, когда ее брали, сразу понимали, какой ритм жизни, какой образ жизни они хотят с ней вести. Они сразу постепенно ее к этому приучали. Скорее всего, люди, которые пойдут собаку в торговый центр, это люди, которые много с ней уже путешествуют, которые занимаются, возможно, какими-то видами спорта. То есть человек, у которого собака сидит на цепи либо живет в вольере, у него, в принципе, такой потребности не возникнет. Но когда мы легализуем это, когда мы легализуем малые такие группы, когда мы делаем такую жизнь с собакой нормой, что жизнь с собакой-компаньоном это норма, человек, который недостаточно занимается своей собакой, может на это посмотреть и пересмотреть свои отношения с собакой. И вообще эта тенденция, она очень важна именно с точки зрения социальной и с точки зрения просветительской. Потому что, когда бизнес становится ток-френдли, он на себя берет очень большую часть просветительской работы, которую там ведет Лида, которую ведем мы в рамках своего проекта, которую ведут ветеринары. Но это очень точечно. А торговый центр, ну вот я, например, прям можно зачитаю? Да, конечно. Во-первых, надо понимать, что торговый центр, запуская к себе владельцев с собаками, выдвигает им очень четкие правила. И просит с ними ознакомиться. И в этих правилах дополнительно прописан поводок, дополнительно прописаны случаи, когда нужно использовать наморник, дополнительно прописаны, как нужно. И вот как раз-таки, Предлагается, что это все будет с собой у владельца? Он должен уже прийти с готовойся в наморники, с поводком? Ну, в целом, когда бизнес заявляет о том, что он док-френдли, они предлагают какие-то дополнительные услуги. Например, торговый центр предлагает коляски, что очень классно. Они предлагают миски. Но в целом, безусловно, когда я иду куда-то с собакой, пакетики, вода, если мне нужна, правильная амуниция, все всегда с собой. И вот, когда, например, торговый центр в себя в правилах пишет, что приходи в торговый центр с хорошо выгуленной предварительно собакой, это момент образования. Это момент, когда мы акцентируем внимание владельца на состояние его собаки. Не все к этому привыкли. И здесь на это делают акцент. Когда торговый центр говорит, что если питомец демонстрирует какие-то признаки дискомфорта, и дальше перечисляется, прижимается к полу, прижимает хвост, часто облизывается, лает, то лучше прекратите посещение, выйдите с собакой. То есть, опять же, этими правилами мы вроде говорим про комфорт других людей, но при этом мы говорим, что посмотри на свою собаку, вводи с ней в контакт, приучай ее постепенно. Обратите, вот как раз к вашему вопросу, как мне понять, нужно с моей собакой или нет. Если у вас действительно есть такой запрос, но вы ни разу этого не делали, обратите к специалисту, он вам подскажет точно, придите к иногу и скажите, слушайте, я вот хочу с твоей собакой ходить туда-туда. Он вам поможет протестировать, он может с вами в первый раз сходить, он поможет вам справиться с каким-то реакциям, которым вы, возможно, еще не знаете, как справиться. Вообще это очень важно, потому что, опять же, вы не знаете, как сложится ваша жизнь, а собака будет с вами жить на протяжении 12, 15, 19 лет. Возможно, вам нужно будет переезжать, возможно, там из загорода вы перееедете в город, возможно, перееедете в другую страну, вы не знаете, как сложится ваша жизнь. И чем больше социальных навыков есть у вашей собаки, тем круче. И чем больше вот таких вот бизнесов, которые позволяют эти социальные навыки вам вместе с собакой прокачивать, тем лучше. Я предлагаю прямо сейчас опять вернуться к теме экономической. На полминутки буквально прерваться и послушать кусочек нашего общения по телефону. Мы связались с Артуром Николаевым, это первый зампред ТПП Торгово-промышленной палаты. Кроме того, он директор департамента развития и поддержки предпринимательства в Татарстане. На тот же самый вопрос, зачем это нужно бизнесу? Как это будет работать? Его мысли, его прогнозы мы выслушали по телефону. Давайте послушаем сейчас вместе. По-моему, по статистике 56% имеет ту или иную жирность в семье. Да, очень часто бывает просто невозможно ни с кем оставить. Или там собачник идет гулять, и надо просто закачать на минутку в магазин. Ну, тогда, конечно, он выберет тот магазин, куда можно зайти с собакой. У меня у самого тоже самоед. И, ну, честно говоря, в магазин мы не заходим, потому что, ну, довольно-таки большая собака. Я ее, если куда-то надо заскочить, привязываю перед... Недалеко от входа, и прошу подождать. Вот, она, в принципе, понимает все и ждет меня. Я думаю, даже если будет разрешение, ну, в такой... Ну, от ситуации, конечно, зависит. Она мне вполне адекватная. Вот, может быть, и когда-нибудь зайду в магазин с ней. Вот мы ждали, что Артур Сергеевич как-нибудь немножко с критикой пройдется, но нет. Он тоже оказался по ту сторону, так сказать, баррикад. Он тоже владелец собаки. Говорит, собака взрослая ни разу в торговых центрах не были готовы попробовать. Шамиль Ильясович, сначала вас спрошу, а вот... А разве... А почему не учитывают такой аспект, что, например, люди, которые боятся собак, у которых проблемы с животными, какая-нибудь аллергия, какие-то такие нехорошие проявления, что, наоборот, вот этот поток, например, торговые сети потеряют? Возможно такое? Мы сегодня говорим про плюсы? Да, мы говорим про плюсы. Минусы экономические, возможно? Нет, вполне возможно. Есть и среди взрослых людей, есть и среди детей. Я знаю, они панически боятся собак. Но это проблема, которую, в общем-то, можно, в принципе, решать. Можно эти потоки развести? Ну, условно говоря, не знаю, есть в бизнесе какой-то прием? Вы как в самолете, что ли? Бизнес-класс? Зеленый коридор. Я имею в виду красный коридор, зеленый. Нет, можно при желании, вполне возможно. И это не будет слишком уж затратно так. Но, по крайней мере, это покажет, в общем-то, насколько торговое заведение, оно относится серьезно к своим посетителям, создает им удобство. И не только к ним, но и к его четвероногим. Лидия, спрошу вас, ну, неужели без собак можно в колбасный отдел? Есть какая-то запрещенка, когда гарантированно животными не пустят? Это сложно, да. Но я думаю, здесь каждый... Когда мы говорим в торговый центр можно, мы что имеем в виду? Какие зоны? Коридоры? Что, прям магазины? Наверное, скорее всего, каждый правил торгового центра свои прописывают. какие магазины можно, какие нельзя. Но, насколько помню, у нас законодательством не запрещено, да, посещение продуктовых магазинов? Нет, нет. Там, где продукты продают? Нет, не продуктов. В принципе, уделения границы нет. Никаких запрещающих нормативов в федеральном законодательстве, в региональном у нас нет. Есть, то есть, посещение, возможно, согласно внутренним правилам. А понятно, что каждое юрлицо может прописывать свои внутренние правила. Отвечая, собственно, вопрос, что в торговом центре? Понятно, что в торговом центре очень много арендаторов. У каждого своя политика в отношении собак. И где-то для кого-то это будет очень классно, кто-то скажет нет. И, соответственно... Теоретически можно, не знаю, в большом торговом центре поделить этих арендаторов на правую, на левую сторону. Вот здесь мы все ходим. Нет необходимости. Каждый из них сам выбирает политику, клеит специализированный стикер, люди могут по нему ориентироваться. Но надо сказать, что торговый центр это большая площадь. И столкновение человека, который боится собаку, и столкновение... То есть нам кажется, что этих людей супер много, потому что мы об этом много говорим, и эти люди громко о себе заявляют. А на самом деле риск столкновения человека, который боится с собакой, вот так вот с владельцем, который идёт в торговом центре с собакой, но настолько маленький. Человек увидит, он обойдёт. Я иду с собакой, мы все социальные существа, мы не хотим доставлять дискомфорт другим людям. Если я вижу, что кто-то меня хочет обойти, я поближе подвину собаку, я остановлюсь, позволю человеку там пройти. У нас последние секундочки остаются, извините, перебью. Нам же надо успеть подвести итоги голосования. Давайте прямо одной фразой буквально. Смотрите, на вопрос, а вы пойдёте в торговый центр, в кафе, куда приходят с животными? Наши телезрители, наши подписчики отвечали вот как. Каждый четвёртый сказал, да, конечно, и своего питомца возьму. 27,5%. 56% большинство говорили, это всё-таки с сомнением. Это, на мой взгляд, опасно и негигиенично. Смотрите, больше половины. 16% с хвостиком говорили, не пойду, боюсь собак, либо у меня аллергия на кошек. Одной фразой буквально. Ожидали такого ответа? Ну, примерно так вот сегодня. Я бы поделила на вашем месте сомнением одним ответом. Это опасно и негигиенично. И тогда, наверное, сомнение было бы ожидаемо больше всего, а это опасно и негиенично всё же меньше. Просто здесь очень такой, да, хитрый момент. Мы схитрили, когда вариант ответа придумали. Естественно, что он большой процент. Только в начале пути. Давайте через годочек с вами встретимся, посмотрим, как это работает. Ещё раз над темой поговорим. Спасибо огромное, что нашли время к нам сегодня прийти. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня обсуждали новшества о том, что сейчас можно в торговые центры, в некоторые, приходить с своими питомцами и выясняли, как работает дружелюбная среда для животных и их владельцев. Субтитры подогнал «Симон»